Это все напоминает для непосвященных зрителей пирамиду. Смешины и бега. То есть, кто быстрее, тот забирает деньги последнего. Короче, как в моменте за неделю сделать 33X? Покупай, когда никому это не нужно, и продавай, когда все об этом спрашивают. Вот GST Solano сколько будет стоить? Мы не стали ждать. Ровно в следующий день они стоили уже не 3000 долларов, а 20. Интереснее же ходить, когда что-то капает, да? Была такая же ситуация с другим приложением, пока не будем называть им, потому что мы прямо на супер-анестадии, чтобы там тоже людей не загонять никуда. Я владелец Степана. Степан, живи. И перекрестимся. Друзья, привет. Рад видеть Люди Про и канал Криптус. Сегодня у нас такая коллаборация охуенная, сразу скажу. Я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодня 24 Битбанк, обменник, крипты. Неплохой представленный и на BestChange. И у нас было с ними большое интервью. Все ссылки найдете в описании. Итак, ребята из Криптуса. Леонид Гаранов. Крипто-энтузиаст с трехлетним опытом. Коу-фаундер и исполнительный директор Криптус Медиа. Криптус. Одно из самых крупных крипто-сообществ в СНГ с аудиторией более 200 тысяч человек. Никита Гришунин. Крипто-инвестор с пятилетним опытом. Коу-фаундер Криптус Медиа. Автор обучающих видео с охватом в 5 миллионов просмотров. Вы могли видеть меня на их канале недавно. Это Никита. Вы знаете уже, да, прошу любить и жаловать. Ну, а этот Арамис, да, с усами, как Арамис или Д'Артаньяно. Это Лео. Вот второй человек из их команды. И мы сегодня разговариваем про Крипту, про проект Степан, в котором у многих зависли деньги. Многие уже там иксанули и вышли. И вообще входить в Крипту, что будет с Криптой, как не допустить многих ошибок и так далее. Поэтому суперполезный выпуск. Расшаривайте его сразу всем своим друзьям. И не забудьте маме и бабушке в Армавир обязательно отправить. Итак, давайте, ребята, про Крипту, но сразу про Степан. То есть, что будет с проектом. Потому что мы с женой пока в нем в жестких минусах, не вовремя вошли. По Степану, что сказать, так сказать, драма разворачивалась прямо на нашем прямом эфире. Ну, кто следит за, наверное, какие-то зрители следят за нами и видели, что мы одни из первых записали вообще видео про Степан. Случайно, на самом деле, его нашли. Первый из крупных каналов. Да, то есть мы в нем разобрались достаточно хорошо. И у нас там снизился порог толерантности. И мы и токен купили, GMT, в общем, очень хорошо. По какой цене? Мы усреднялись, цена 0,15. То есть там супер. Я по 70 брал, самый дешевый по 70 центов. Ну, мы сразу, причем я усреднялся там 4 раза. То есть это правильно усредняться. Это значит там одной суммой покупать там несколько частей. Это правильно, вы там, как сказать, избегаете риска того, что там купите слишком высоко или, ну, в общем, средняя цена получается. Ну, просто потому что не знаешь, когда дно, то есть начал что-то падать, да, что ты хочешь купить. Начал падать, ты вроде цена тебя устраивает. Купил, потом еще ниже упал, а еще докупил. То есть усредняться ты про это конкретно. Ну, да, да, это риск менеджмент, он к любым активам относится. То есть если, например, у тебя там позволяет ликвидность, ты, если веришь в проект, веришь в актив любой, там, даже в NFT-шках можно усредняться. Представь, коллекция стоит условно по 1000 долларов, неважно в какой крипте, в каком эквиваленте. Ты покупаешь, ты видишь, она, например, вниз идет. Ты все равно, если веришь в проект, ну, там, веришь в какой-то отскок, перспективу развития, ты все равно даже NFT-шки покупаешь, усредняешься. То есть если позволяет твой портфель, это правильный там риск менеджмент. То есть так делают, типа, крутые чуваки, и поэтому они себя хорошо чувствуют. Кстати, Степен мы не только по 15 покупали, мы же покупали еще вообще дешевле по одному центу, вот. Но небольшое количество монет там было ограничено. Может быть, те люди, которые прям очень плотно в крипте, они понимают, как это делать. Если нет, то чуть попозже можем рассказать, как купить. Да, важное замечание. Для большинства ваших операций со Степеном и вообще с криптой вам нужна хорошая криптобиржа. Во-первых, для покупки тех же кроссовок в Степене, неважно, будь то в сети Solana или BNB, вам нужно где-то раздобыть саму Solana. И это очень удобно делать на Кукоине. Помимо того, что это просто очень хорошая криптобиржа, неизменно входящая в топ-5 мировых криптобирж, так она еще и не требует обязательно верификации. И большинство операций можно делать анонимно. Посмотрите, на моем аккаунте находится сумма в 42к долларов, а никакой верификации никто пока не попросил. И я, кстати, разговаривал с топами Кукоина, поскольку они являются официальными спонсорами нашего канала. И они сказали, что их юрисдикция позволяет не блокировать пользователей из России и других санкционных стран. Поэтому пока полет нормальный. Во-вторых, на Кукоине огромное число торговых пар. И вы можете купить там не только Solana или BNB, но и еще тысячи других криптовалют. Хотя с такой просадкой биткоина, как идет сейчас, я, конечно, предпочитаю биткоин. Также важным аспектом является то, что на Кукоин можно и завести множество криптовалют. Потому что еще, если недавно я выводил со Степана Солановский USDC на биржу Хобби, то сейчас они отключили это у себя. И я вывожу на Кукоин. В целом, Кукоин точно является моим фаворитом по удобству и числу функций для инвестиций в крипту и трейдинга. Хотя иногда я по разным причинам, конечно, пользуюсь и другими биржами. И еще кое-что. Кукоин позволяет вам заработать первую крипту почти бесплатно. Для этого у них есть ежемесячные конкурсы, где вы должны просто писать статьи про биржу Кукоин, снимать видео или аудиоподкасты. И лучшие видосы и статьи по итогам месяца получают по 500 долларов в биткоине. А лучший автор дополнительно получит 1250 долларов. В общем, как я уже говорил, Кукоин является моим фаворитом. Поэтому честно рекомендую зарегистрироваться там и вам. Потом благодарить будете. Ссылка на криптобиржу Кукоин и конкурс для авторов, который в июне заканчивается 30-го числа в описании. Степан это проект, где нотка игра, да, по сути, то есть прилка на телефоне, ты ее включаешь, перед этим покупаешь кроссовки и нефтишку. И в них ходишь, ну то есть ты просто ходишь или бегаешь, или там прогулочным шагом ходишь, в зависимости от типа кроссовок, и тебе за это деньги капают. Вот раньше большие, сейчас уже там не очень большие, но все равно мне в день удается долларов 50 с него еще заработать, даже больше. Это все напоминает для непосвященных там зрителей пирамиду. Ну давайте понимать, я всегда когда слышу там слова пирамида, это как бы неправильный ярлык для такого проекта. В принципе пирамида это частичное резервирование средств. Это когда в системе нету всех средств для того, чтобы всем, кто зашел в него, могли в один момент вытащить. Давайте быть там реалистами, там будем взрослыми ребятами. Банки, государство, доллар, страховые компании. Все, что мы считаем фундаментальными, знаете, устоявшимися вещами, потому что нам с детства в голову все это вносили. Мы думаем, что это какие-то некие непоколебимые организации, столпы. Это тоже частичное резервирование средств. Степан просто там меньше, там более, например, агрессивный маркетинг был, там более высокая доходность была. Какой-то в определенный момент в окно слишком много людей пришло. Мы вот Никиты тоже периодически обсуждаем. На самом деле крипта, она не ограничивается Степаном. То есть это просто так получилось, что на медвежьем рынке, а мы сейчас находимся в пазе медвежьего рынка, Степан появился, мы его рано заметили, мы круто походили, развлеклись, там где-то заработали, заработали наши родственники, там все круто, где-то потеряли, ну отнеслись к этому как к уроку и к крутому опыту. И смотрим, следим дальше, что происходит с этим проектом и его аналогами. В общем, Степан, это там был сезон геймфай. То есть это геймфай, это геймфайнанс, то есть игровые финансы. То есть мы помним, как люди майнили голду в World of Warcraft, да, или там в линейке продавали внутриигровые ассеты, предметы. Тут аналогичная история, только тут модель завернута, то что вы двигаетесь и зарабатываете, учитесь и зарабатываете, делаете что-то, что зарабатываете. У нас, кстати, на канале большой разбор вот do something to earn. Да, то есть делаете что-то, чтобы зарабатывать. Очень крутая модель, мы ее будем дальше видеть в сфере образования. Она показала, что это круто привлекает средства, правильно их распределяет, и люди что-то за это делают. По Степану как получилось? Да, мы все уже постфактум видели, что, например, в Степан зашли крутые фонды, там, Sequoia, сколько статей, видосов выходило Sequoia, ой, это там Apple, это там PayPal. Ну, то есть все думают, блин, ну это какая-то компания, это венчурная организация, которая там своим опытом, деньгами, smart money так называемым, взращивает каких-то нереальных единорогов. Мы увидели рост токена GMT. Вот тут чуть открою такое, мое личное мнение выскажу. Я анализировал, например, когда мы входили в Степан, это было сколько, Никитос? Блин, это было в феврале, 22 февраля. Да, 22 февраля мы входили, то есть я самый скептик в команде, я до последнего. То есть для меня, как бы, ну деньги, там, любой капитал ты зарабатываешь, ты тратишь свою энергию, знания, объединяешь людей, ты тратишь какой-то ресурс, чтобы взамен получить какие-то блага. Когда я вижу такую, как бы, историю, для меня сразу, я сразу даюсь вопросом. В общем, ребята, Никитос самый, когда первый раз услышал, сразу купил, он, причем, купил раннеры и чуть не выплюнул легкие свои, да. Сразу на радостях говорит, блин, ребят, реально крутая механика, все работает. А до этого мы еще в декабре слышали про этот проект, я просто не обратил на него внимания. Мне там один из, там, наш товарищ, который работает в венчурной организации, скидывал, говорит, потестить их, ходишь, зарабатываешь, там, GPS лагает. И говорит, какой мы тут гимфа, игры, локации, токены, вообще, ну, ноды ставим, какие ходи, зарабатывай, брось, ты что? Да, не обратили внимания. И, получается, я анализировал проект, каким образом. Тут, на самом деле, есть некий бэкграунд за Степаном. Давайте, вот, четко поймем, это вирусная история, виральная. Все мы ходим на работу, с работы, где угодно, тем более лето, прекрасное время. У всех у нас есть телефоны, и история, в принципе, там, с тем, что ты покупаешь какие-то, там, виртуальные, не буду сейчас, там, рассказывать, то, что это NFT по факту, то, что это токен, кроссовки, это токен уникальный. Ты покупаешь какую-то, там, JPEG, картинку, и ты с помощью нее получаешь возможность зарабатывать, там, тот или иной, то или иное количество токенов, то бишь майнить, там, и тратя свою жизненную энергию ходьбы. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл. На сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные кампании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Когда я вот это все анализировал, я понял, блин, Binance, Binance, как мы его любим по-русски называть, Sequoia, то, что этот проект на медвежьем рынке будут взращивать для того, чтобы притянуть новую аудиторию, ликвидность. Крипта – это игра с нулевой суммой. Можете посмотреть в интернете, что это такое. Это математическое, мне не хватает знания, чтобы описать. Это, в общем, игра с нулевой суммой. Это когда кто-то зарабатывает, а другой теряет. Да, это когда то, что один человек, та сумма, которую один человек проиграл, является ровно той суммой, которую другой человек выиграл. То есть ни больше, ни меньше. Но в криптовалюте, как и в любом фондовом рынке, есть брокеры. Брокеры – это биржи, это биржи. Они забирают свою комиссию. Если людей остается столько же в системе, а комиссия забирается, денег становится меньше. Для этого нужна новая ликвидность. Это новые люди. Не надо думать, что крипта такая, ой, скам, они притягивают новых людей. Новые люди нужны везде. В любых организациях, в фондовом рынке. Это все так работает. Ничего нового не придумано. Все идут по протоптанным историям, дорожкам. В общем, я составил некую себе… То есть тот момент, когда у нас ребята из команды Герман, Никита уже вовсю ходили, бегали. Да, майнили. Я тогда был в отпуске. Я тут все это у себя сложил. Я разобрался в токеномике, узнал, какие у них разлоки. Помнишь, я тогда спрашивал, да, там внутри копал, потому что у них не было информации. Она не публичная. Когда у фондов разлачиваются токены? Они, кстати, вот сейчас должны, по-моему, разлок быть. Когда у инфлюенсеров разлачиваются токены? Каким инфлюенсерам они дали аллокацию? Я тоже в этом всем разобрался. Как бы мы, поскольку мы там знаем коллег по цеху наших, там, среди криптоинфлюенсеров, в России, да и в принципе в СНГ почти никому не дали аллокацию. Ну, там настолько все было сложно, ребята шли по крупной аудитории. Не криптовой. Не криптовой аудитории. Моргенштерн, Литвинов, да, по-моему, ну, там, я не знаю, там, современный блогер, молодежный блогер какой-то, но он миллионник. Еще много ребят на Западе. То есть они шли на новую аудиторию для того, чтобы, ребят, блин, я хожу и зарабатываю деньги. То есть, например, если ты будешь обычному там на сленге крипты нормис, это, знаешь, нормальный человек, объяснять, что есть. Ну, вот это DeFi, там, например, протокол или там автоматический маркетмейкер. Ты можешь положить там какие-то свои токены в пул ликвидности, они будут условно использовать. Здесь за это будет комиссия, человек скажет, что мне для этого, тут, друг, купи кроссовки. Как в Махачкале, да, мы видели в Дагестане, типа эти ларьки. Купи кроссовки и просто ходи и зарабатывай. Конечно, эта тема зашла. Мы впервые дали сигнал у нас в медиа, на канале. Мы не приверженцы сигналов, потому что это все инвестиции, это риски. Мы не готовы брать риски. Мы сами рискуем, мы сами выигрываем, проигрываем. Мы не готовы брать риски за чужие потери. Но мы настолько были уверены, что мы дали сигнал, что, ребят, покупайте токен GMT. Как вот вы его увидите, и очень много людей заработало очень много денег. Нам, на самом деле, это очень, типа, радостно. И мы видели, как, например, токен Pampels, он же вырос до 4 долларов. Да, он сейчас стоит там 0,7, 0,9, 1 доллар. Но MarketMaker разгонял. Это все было спланированная некая активность для того, чтобы со всех сторон обратили на проект. Что за проект? Токен растет. Хотя он нафиг, он не использовался нигде. Еще не было утилитарности у него. Ну и сейчас он не используется. Ну, частично только. То есть уже можно использовать вот для Ментаева. Можно использовать там, чтобы увеличить возможное количество зарабатанных в других токенах. То есть пока что он не используется. Ну, он такой, как дополнительный. У них основной GST токен, майнишь-то эти монеты, GMT. По сути, они обещают, да, в какой-то период разрешить майнить именно GMT. Опять дадут ему рост какой-то определенный, скорее всего. Но пока он используется только для Мента, то есть чтобы продеть новые кроссовки. Ну, там, так скажу, то есть модель-то, это ясно, мы тоже на примере, там, с Никитой разбирали, на примере Axe Infinity. В принципе, модель есть, модель похожа. Есть внутриигровой токен. Он, давайте так, он бесконечный. Нажали кнопку, создали, там, сменители токен сколько угодно. То есть увеличили эмиссию, супла и данного токена. Токен GMT, который торгуется, ну, не важно, где торгуется, токен GMT, который еще там не зарабатывается, но который мы там тратим для каких-то улучшений, неважно, они добавляют, убирают. Это governance токен, то есть токен управления. Да, он управление, и он ограниченный, у него 6 миллиардов. Ну, 5, по-моему, чем, да, да, около 6 миллиардов эмиссия его. Да, то есть он ограниченный, и, естественно, когда, ну, мы там планировали поспекулировать, мы обращали внимание на непосредственно токен ограниченный, потому что на него будет все внимание. И, правда, капитализация достигла, по-моему, 3 или 4 миллиардов. Не помню. Ну, в общем, много. 2 точно миллиарда было, и прям при нас это все пампилось, пампилось, пампилось. И видели, как маркетмейкер прям выжидает 2-3 дня. Никита, можешь рассказать, что такое маркетмейкер? Ну, маркетмейкер, можно сказать, то же самое манипулятор. То есть кто-то говорит, маркетмейкер, если мы говорим о классическом фондовом рынке, то он просто предоставляет ликвидность, чтобы другие люди могли торговать. То есть, грубо говоря, если кто-то хочет купить криптовалюту, вот он, пожалуйста, покупай мою крипту и так же продавай. Он не криптурует, а какой-то актив. В крипте маркетмейкер и манипулятор – это практически одно и то же лицо, потому что либо манипулятор, у которого основной объем средств, где-то 25-30% денег, точнее эмиссии крипты, это, в принципе, достаточно, чтобы полностью управлять всей ценой, ну, более-менее, от всей эмиссии на данный момент в рынке. И, грубо говоря, манипуляторы, они либо напрямую работают с самими биржами, они видят все ордера наперед, весь стакан наперед, то есть не понимают, куда идет основная толпа, чтобы ее побреть. То есть, грубо говоря, с большинства, по чуть-чуть, имеют с меньшинства, уже много денег в сумме. Либо те манипуляторы, которые, ну, суперкрутые, как, допустим, Alameda, они просто запускают свою собственную биржу и уже работают по своим правилам, условно, FTX они запустили, биржа называется. А к чему мы рассказывали о том, что такое манипулятор? Тому, что я рассказывал, что было видно, как маркетмейкер всем этим управляет, пампит цену, запускался маркетинг, был дроп с Асиксом. Я честно скажу, у меня такая интересная была идея посмотреть на статистику, сколько людей, по факту, если не брать русскоговорящие комьюнити, играет, ходит в Степане, там пользуется им. Например, там страны Индия, Азия, там какой-то Бангладеш, ну, в общем, там страны, где люди в большинстве стоят нуждаются в деньгах. Ну, давайте быть честными. Поэтому Степан приобрел такой небывалый у нас хайп, люди стали мультиачить в нереальных масштабах. Мультиаккаунтинг – это когда вы создаете не один аккаунт на себя, как это должно быть, а вы создаете 10-20-30, раздаете их курьерам. Это как бы чисто такая тема для бедных стран. Скажу честно, на Западе в основном люди, капиталисты, когда ты им говоришь, что можешь зарегистрировать несколько аккаунтов, он говорит, а зачем? У меня есть вот один аккаунт CoinlyStyle, Степан, я хожу, они не понимают, они чуть живут в другой парадигме. Проект зашел, проект хайпанул, и я думаю, разработчики не ожидали такого наплыва участников, хайпа. И даже когда мы слушали АМА-сессии, Никита этим занимается, периодически слушает АМА-сессии, они не знали, просто не понимали, что отвечать. То есть они говорят, а почему? Аудитория говорит, представь, аудитория обычная, люди вчера условно, они либо не сталкивались с криптой, либо, например, в связи с недавними событиями решили сохранить свой капитал, ввели в крипту, либо они, возможно, когда-то участвовали в финансовых пирамидах, очень много пирамидостной аудитории туда зашло. Люди, которые с криптой вообще не знакомы, но им нужен доход. То есть все, это доход, советы, мультиаккаунтинг и так далее. В общем, аудитории много зашло. Ну сколько там, мы можем посмотреть просто по скачиванию приложения, да? Tune Analytics, есть такой сайт, он для криптовых приложений, сейчас я могу открыть, да, нужно смотреть активных. Просто я смотрел этот, ну там же, допустим, по андроиду видно прямо сколько приложения скачано, сколько установок по айфону не видно. То есть у них был какой-то пик, хотя на самом деле сейчас в Stepan приходит больше народу, чем, например, 2-3 месяца назад. Потому что входной порог нежен. Потому что 200-100 долларов, ну ты представь, что такое даже 1000 долларов входной порог, для стран, ну вот опять же, 1000 долларов, это, ну это большие деньги, чтобы ты отдал куда-то вот воздух, в интернет. 787 тысяч lifetime users, то есть это люди, которые вот работали, играли в Stepan, могу потом, может быть, скидзи, да, и вставить в ролик. 787 тысячи, это те, кто что-то там купил, да, кроссовки, хоть одни и ходил. Да, и грубо говоря, вот так. Это уникальные пользователи получается. Ну, типа того, да. Вот так вот выглядит график от тех пользователей, которые новые и общие пользователи. То есть вообще это, походу, светло-синие. То есть daily users. Ну, в общем, хорошо. То есть механик, это понятно. Но что будет сейчас? То, что они на всех побрили на BNB кроссовках, которые очень дорого стоили и так далее. Кто-то успел окупиться, кто-то нет. Я, например, не успел. И сейчас GST этот, ну, вы тоже, судя по нервным мешкам не успели, да, и GST стоил у них там, это вот токен, который майнится, он стоил там 25-30 долларов. Сейчас он стоит доллар. И мы эти все вложения свои отбивать будем 10 лет образно. И чего? То есть для меня плюс, что я стал ходить в три раза больше. То есть я ходил, вот дом мой, видели там 4 минуты мне от дома до работы и обратно 4 минуты. Сейчас я хожу по 4 километра с женой в 9 вечера, в 10. Можете, если кто рядом живет, можете подойти к моему дому и посмотреть. Всегда меня в 10 вечера можно там найти. То есть плюс, несомненно, и есть. Но по доллару ходить, вот мы за прогулку, получается, долларов по 70 женой зарабатываем. 70-70, там 140 в день, в месяц, там, ну пусть 5 тысяч долларов. Ну ни о чем, в общем-то. Судя по-моему. Это тебе ни о чем. Ну объективно, 5 тысяч долларов в месяц по нынешнему курсу, сколько это там? 350 тысяч рублей. Это большие деньги. Такое вложение. С размерным моим вложением это ни о чем. А давай смотреть, если... Ну, это крипта. Есть там факторы, на которые повлиять ты не можешь. Это состояние рынка было падение, условно, там, биток пролился, за ним пролился весь рынок. И GST, люди паниковали. Возможно, кто-то там, крупный был холдер у GST, потому что тоже спекулятивный актив. Ты можешь купить, можешь продать. Касательно BNB. То есть мы... У нас такая история, ну, я так расскажу, что, ну, как есть, мы хоть там в крипте, считайте, работаем, там, у нас большая команда, мы много там информации воспринимаем, с многими там разработчиками общаемся, но мы тоже там проигрываем, тоже выигрываем. У нас генезисные кроссовки на сети Solana. Это кроссовки, которые имеют номер порядковый до 10 тысяч. За владение этими кроссовками был дроп. Дроп — это когда нам там бесплатно скинули там... Что это? NFT? NFT кроссовки, да. На BNB сети. Было четко понятно, что команда стимулирует. То есть, вот, я не знаю, я просто помню, что раньше BNB сеть, она никому не была нужна. Там не было ликвидности, там не было кроссовок, там не было активных пользователей. Она бессмысленна была. В тот момент, когда дропнули эти кроссовки, а дропнули их в 10 тысяч, по-моему, 10 тысяч новых кроссовок пришло, кто-то продал. Мы продали на самом низу. Мы не стали ждать. Ровно в следующий день они стоили уже не 3 тысячи долларов, а 20. И у нас таких кроссовок 5. Было, 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 да, было. И потом самое смешное, что мы потом еще зашли за 2 дня на истории. Ну, как бы, никогда, никогда не словишь, мы просто поддались желаниям, не соблюли риск-менеджмент, ну, решили повеселиться, вот и повеселились. В общем, было видно, что разработчики хотят, как сказать, поспособствовать стимулированию ментов в этой сети, и тем самым, ну, и чтобы перетекала ликвидность. Потому что BNB-сеть, очевидно, там, нужна для того, чтобы там платились комиссии за газ, там, ну, в общем, чтобы эта сеть жила. В чем смысл ее тогда, если она на никто не ходит, ничего не ходит? Но она более стабильная, в всяком случае, по сравнению с Соланой. Она более стабильная, она более стабильная. Плюс вот эта история, что энергия, которая у тебя формировалась из-за батареек, из-за кроссовок с Солановской сети, доступна была на BNB. Сейчас такой истории, все, там, вот, но она заканчивается. Заканчивается, да. Пару месяцев осталось. И я помню, мы много раз общались, стоит ли заходить, видим там ГСТ под 10 долларов, по 15, по 20. Мы говорим, да нет, это сегодня, завтра. Ну, мы все прекрасно понимали, что сейчас просто много людей придет, все переменятся, продадут, люди останутся те же самые, и все, там кто, ты просто зарабатываешь, ну, вот эта чуть история, как бы, знаешь, машины и бега. То есть, кто быстрее, тот забирает деньги последнего. Все, теперь BNB-сеть. Не знаю, надо посмотреть уже на Личку, есть такая, сколько сейчас там кроссовок, сколько там активных пользователей. Я думаю, что народу много ушло. Ну, тем самым, у них теперь две стабильные сети, где и там, и там есть менты, и прочее. Но, это чуть-чуть подшатнуло. Много людей, очень риктанулось, это на сленге крипты. Зафокапилось. Да, то есть, потеряли денег. И кейсов много. Классический, там, предприниматель, у которых был кэш, два-три месяца работали, создавали эти гигантские фермы, там, включали мозг, использовали логику, создавали сеть курьеров, и все, за неделю, засандалили в BNB. Таких кейсов куча, паники, куча. Естественно, представь, у тебя в воздухе, ты, как сказать, цифровой миллионер был. Есть люди, у которых, там, коллекция кроссовок была на полмиллиона, на миллион долларов. Заходили люди, которые, там, на 50 тысяч долларов. Но сейчас, как бы, не успели зафиксироваться. Надо было, я тут недавно вспоминал, когда один из моих товарищей, он обычный чел, когда он спрашивал меня, Лео, купи мне кроссовки, помоги, надо было нажимать на вку сел и продавай. То есть, продавай, когда, как это говорится, покупай, когда никому это не нужно, и продавай, когда все об этом спрашивают. Но в любом случае, почему вот сейчас все пошло вот так, почему упало, что будет вообще дальше? Просто мы восприняли, что, знаешь, это, ну, разочарование вызвало, просто всех побрили и все. Еще больше, да, еще больше разочарования, потому что, ну, это не криптовая аудитория, опять же, была, но сейчас не об этом. То есть, люди такого не ожидают. То есть, вот у меня 10 тысяч долларов, сейчас у меня тысячи долларов, буквально через месяц. Почему там, где справедливость? Но в любом случае, почему все так упало? Ну, во-первых, просто не были доработаны механики игры. Сейчас до сих пор, доработаны механики игры, потому что, ну, делая определенные хитрые вещи, тратя больше своего времени, придумывая некоторые определенные штуки, допустим, ментинг фермы, можно было зарабатывать больше, чем другие пользователи. Естественно, сразу это влить рынок. То, что были такие, exploit, это неправильно говорить, но возможности заработать больше, более трудолюбивым людям, это, естественно, вина разработчиков. Вот. Но то, что люди все несли туда свои деньги, это только, ну, как бы, по их собственному желанию было. То есть, за то, что вы заинвестили, туда нельзя разработчиков винить, вот, потому что вас как бы никто не заставлял. Но, сейчас разрабы меняют очень много в плане механик, они будут делать ментинг скроллы, то есть, грубо говоря, нельзя будет просто так брать и ментить кроссовки, плюс мент сейчас стал дороже, почти в два раза. То есть, нужно будет сначала отходить, а не просто, чтобы у тебя телефон 2-3 дня лежал на столе, а ты потом после этого только сразу заменил, все, в принципе. Но, мое мнение, что эти ментинг свитки, да, нужно было с первых дней вводить, чтобы люди не делали, чтобы реально игра работала, как она задумала, чтобы люди ходили, полезны для здоровья, там, меньше жирных людей и связанных с этим болезнью сердечно-сосудистой системы. И как бонус еще что-то интереснее. Ангелина, интереснее же ходить, когда, когда что-то капает, да? Фитнес-фитнес-апка. Да. Да. Получилось, что это стало, такой, знаете, источник обогащения. Легких денег, в первую очередь. Да, легких, легких, больших, больших денег, там, в какой-то момент, там, колоссальные проценты, там, не знаю, на BNB люди за 2-3 дня купались, такое, да, реально было. Касательно ментов, мне, конечно, они не предполагали. Все знают, что все мультиачат, но как мы, например, мультиачили китайцы, ментинг-фермы, я слышал, что по 5 тысяч кроссовок в день они в рынок заливали. не знаю, откуда берутся эти данные, но китайцы, азиаты, они очень любят, вот эти все, знаете, Pokemon Go, мы картинки видели, где они ходят, у них там, как этот, павлин, павлиный хвост из телефонов, то есть они этим занимаются профессионально, считается, как бы, экономика всего этого занятия, там же, то есть есть определенный шанс, мент объективно, там, 70-80% случаев был выгоден, то есть, ты просто продаешь кроссовки по флору, плюс у тебя выпадают зеленые кроссовки, сверхдорогие, которые, считай, если ты там разделишь, там, на 20-30 своих ментов, ты продашь по, ну, вот это там, плюс 100 долларов на каждый мент, кому-то везет больше, у меня, например, у меня ни разу зеленые не выпадали, у меня тренеры выпадали всякие, зеленые вообще, там, может, из 20 ментов, там, ни разу не выпадали, ни разу не выпадали, но у меня три тренера подряд. А сколько, скажи, у тебя ментов сделал? Я сделал, где-то 100 с чем-то ментов, у меня выпало 4 бокса, двойных имею в виду, и то первые 80 ментов, у меня вообще, только одни боксы выпадали, по одному, и мне выпало 2 зеленых, у меня 2 аккаунта, один, у меня один у супруги, получается, вот по 9 кроссовок на каждом. У меня сестре за 6 или за 8 ментов три зеленых выпало. Вот всех, кого знаю, Герман везучий у нас, я в кадре нету, но он везучий. Да, и у сестра у меня самая лаки, то есть, в этом плане, ну, это рандом, то есть, никто не... И что сейчас будет с ним? Можно еще кое-что про B&B скажу? Ну, конечно. это немножечко будет такой, ну, Рок, наверное, неправильно говорит, но некая пища для размышлений, для будущих проектов, почему там так сильно взлетели кросса. А как раз разработчики тоже признали эту ошибку, рассказывали про это. Суть была в том, что там было очень ограниченное количество кроссовок изначально, там было, ну, 30 тысяч штук кросс, с которых можно было минтить, при том, что приложение уже распиарено, то есть, это не вот постепенный раз пользователь, а все захотели разом. И, соответственно, если ты в день можешь сменить только 30 тысяч кросс, при условии, что все будут минтить, на следующий день зайти может только 15 тысяч человек, а, представь, 500 тысяч входят. И поэтому их покупали так дорого-дорого-дорого, ну, просто потому что их резко скупали, прям моментально. У нас была такая же ситуация с другим приложением, пока не будем называть им, потому что мы прямо на супер-анистадии, чтобы там тоже людей не загонять, не поймем куда. Выходила его закрытая бетка, мы были в закрытой бете, там было где-то порядка тысяч, может быть, 10 тысяч человек. Да нет, давайте, ну, какие-то скажем, приложения, то есть, ну, мы занялись криптой, мы эти люди, которые там находят новые проекты, рискуем, для всего есть там шансы на жизнь, читаем документацию, как бы это все стартапы, это все компании, которые просто работают там с теми или иными сетями, там, блокчейнами. В общем, есть приложение, Волкин называется, оно вот только-только пару дней назад вышла бета-версия, то есть, теперь каждый может его скачать с Apple Store, ни в коем случае не финансовый совет, есть такое слово Dior, do your own research, типа, делайте собственное исследование, все, теперь расклык, карты давай, рассказывай, вот просто нас как в моменте, я думаю, там сколько, это тысячи человек было. Я сейчас скачаю Волкин. Короче, как в моменте за неделю сделать 33X, ну, в подобных ситуациях, условно. Смотри, лутбоксы это штуки, где можно будет, ты их покупаешь за криптовалюту и условно открываешь у тебя под NFT, как правило, там может быть разные редкости, соответственно, разные редкости, разные вероятности, чем реже NFT, тем она лучше, больше дает, получается, доходы или заработка, или другие какие-то вещи в игре влияют, которые также можно потом будет монетизировать, пускай косвенно. Соответственно, вот этих NFT было очень мало, продавали всего лишь 300 боксов, мы слева как раз их закупали, по три каждого купили, и оставили, ну, пускай может быть это когда-нибудь выстрелили, то есть, никогда нельзя знать наперёшь, что вот, да, нельзя сказать, что это точно выстрелит, вот мы такие буру, мы точно знаем, нет, это всего лишь игра вероятности. Вот мы оставили, через неделю говорят, вот скоро запустится нас открытая бета, вот, мы понимаем, что лутбоксы сейчас не продаются, ментить нельзя, то есть, предложение на рынке его пока что, оно пока что не увеличивается, если так же останется, будет круто, потому что для нас, у нас есть то, чего мало, много людей хлынет на рынок разом, условно, там десятки тысяч людей, и будет этот скупать бездумно, потому что не понимает, истина цена, по чему мы это ментили, вот, соответственно, мы слева как раз созваниваемся, давайте все лить в рынок, что у нас есть, вот, мы, естественно, слили все вот эти NFT-шки, потом, я еще парочку, условно, за одну салану 50 иксы, 500 процентов, и что самое интересное, как только люди, вот там, это было в течение 10 часов, как только люди купили, там, все, все, что купили, все, что продавалось, разрабы объявляют, они не специально это сделали, просто у них анонс готовился, сказали, ребят, подождите, сейчас 15 числа будет сейл боксов, там, по, там, одну-две саланы, 15 тысяч боксов, по-моему, 10 тысяч, ну, всем хватит, условно, все, цены вниз полетели, то есть, люди на ажиотаже, на хайпе, вот, залетают, необдуманно покупают, и в степане, ну, была отчасти такая же история, поэтому, мы все это видели, поэтому, в общем, на BNB, так все и произошло, касательно того, что будет дальше со степаном, знаешь, там, надо перекосить, чтоб он пережил все это, они говорят про, в любом случае, они будут дорабатывать приложение, все, все изъяны, все проблемы, при падении рынка, при, там, рекордной численности аудитории, при, там, дампе, внутриигрового токена, они видны, я не знаю, что еще там можно, эксплойты все, там, когда рассказывали, что человек какой-то менты, там, не нажимая кнопки совершал, они сейчас хотят сделать другую сеть, они говорят, что сеть будет. Так, а чем их не устраивает существующие, ну, Солана, ладно, там сложности, типа, что-то долго доходит, но BNB сеть их, чем не устраивает, что они дискредитировали ее своими финансовыми такими действиями, и действиями игроков? Не хочу на них ничего говорить, в любом случае, разрабы, вот, все, кто причастен к проекту Stepan, реально крутые чуваки, сделать апку, криптовую, в моменте, с новой, абсолютной идеей, и стать такой хайповый, это, ну, это типа ачивка в жизни, они, ну, крутые, там, бизнесмены, разработчики, там, не знаю, команда, но мне кажется, что вот их желание сделать более, как они говорят, более дорогая сеть, а дорогое, что вот мы перекидываем, ну, только и эфириум, для того, чтобы зарабатывать, они же зарабатывают деньги на чем? Они зарабатывают деньги на маркетплейсе, у них 5% с каждой продажи, 6%, ну, тут уже каждый сам, конечно, они тебе никогда не скажут, для чего мы это делаем, у самих люди задают вопрос, типа, зачем вы идете, ну, есть же две сети, где там, ну, это люди думают, что там проблема, на самом деле, токен, там стоит, во сколько его оценивает рынок. Вот опять же, да, по цене GST, почему она, вчера там 2.30 долларов, ну, ладно, вчера были позитивные новости, там все ждали апдейтов и так далее, вчера 2.30, сегодня там 1 доллар, то есть, нет какой-то прозрачной механики ценообразования внутренней монеты, такое ощущение, что разрабы сами, да, вот я с утра проснулся, разраб, я владелец Степана, взял с утра, ой, хочу сегодня, чтобы она была в диапазоне, там 40-50 центов, и я как установил, так она и будет ходить, понимаете, вот у меня, у меня больше всего этот момент смущает. Как ты будешь? Ну, не установить, а в смысле ты манипулируешь ценой, то есть, сливаешь значительный объем, либо выкупаешь значительный объем, то есть, GST, она поначалу, может быть, даже сейчас, реально отражает текущий настрой именно игроков. GMT никогда этим делать, потому что это пока что не столь тилитарный токен, то есть, понятно, ты его чуть-чуть выкупаешь с рынка, то есть, в данный момент мы как бы exit-ликвидите, то есть, чуваки, которые раньше заинвестировали, они просто нам теперь продают эти монеты, чтобы мы их как-то использовали, то есть, это наша мотивация покупать эти монеты на данный момент намного дороже, чем на этом. Ну, самый дорогой у меня же GMT лежит в коллекции по 3 доллара. Я тоже по 3 доллара докупался, когда он с 4-х упал, и лесенка потом по 1,5, и вот по 8. 2 тысяч долларов по 3 доллара лежит, а последняя порция, что я сам, это там моего компаньона, а я сам закупал последнюю порцию по 1,58. А ниже ты не стал брать по 80 уже, да? Не, уже, уже, уже надоело. По 80 еще докупил равные доли, чтобы... там рисовалось, опять же, давай так, рынок чуть-чуть подкосил еще, то есть, вот, да, мы до 4-х доросли с GMT, понятно, это для неутилитарного токена, это просто... он в воздухе находится, то есть, он никак не используется, никакие комиссии не платится, ничего, это просто искусственно созданная каплянная цена, но все равно вырисовывалось с таким приложением, ну капа типа там 6-10 миллиардов, то есть, это там на своих прошлых пиках в ноябре Axie Infinity, то есть, это топчик в Gamefire, не знаю, как на данный момент, но в свое время он вообще зародил этот рынок, то есть, они там 2 года перепилили эту игру, и в моменте хоп, и все такие, блин, а можно играть и зарабатывать, и вообще вот эта концепция поменялась, стало много скама появляться, непонятного, но они свое отыграли, после них стали появляться игровые гильдии, потому что, у нас видос сейчас выходит про игровые гильдии, мы взяли интервью у чуваков, которые типа собирают, ну фандрайзер деньги полноценно для того, чтобы создавать инфраструктуру для игроков, то есть, у тебя нет денег, например, вот тебе, там, кроссовок Степан, вот тебе, там, ты должен обучать еще других людей, то есть, строить, как бы, такие образовательные school, как ты говоришь, school? Scholar, ну обучение, в общем, да, то есть, крутая история, и все это зародил Axie, и, то есть, всегда я сравнивал Степан с Axie, хотя сравнивать, ну, нельзя, то есть, рынок был не тот, ноябрь, все были веселые, биток хайпил, и так далее, токен пролил, реально еще биток, потому что там были деньги спекулянтов, деньги трейдеров, маржинальная торговля была на GMT, а это, сам понимаешь, там, алгоритмические боты стоят, биток пролился, биток сейчас на 30, и, ну, GMT стоит сколько, там, 1 доллар, хотя 1 доллар, для токена, который не используют, сколько это иксов? 200 иксов от цены присайл, 200 иксов от цены присайл, это колоссальные деньги, возможно, тоже подзбрили чуть-чуть народ, потому что, я бы будь, например, там, проектом, с доступом, ну, там, на общение с маркетмейкером, я бы сказал, ребят, ну, вот сейчас разлоки у фондов будут, давайте, все, там, мы разогнали, да, мы сейчас заработаем, там, свежим хомяков, условно, ритейл инвесторов, такие, как Никита, как я, как Сергей, это, ну, так просто сленг, такой, не обижайтесь, ни в коем случае, но мы фондам не дадим на таких на тысячных иксах зафиксироваться, это что, представь, они, фонд, венчурный фонд, как правило, это коммерческая организация, задача которой, заработать деньги с чужих денег, нажать кнопку продать, на тысячных иксах, там, рука, я думаю, не дрогнет у них, поэтому, тут много факторов, плюс рынок, что ждать от Степан, я думаю, Степан все переживет, хотелось бы в это верить, в любом случае, это гигантская аудитория, это уже траст, это уже ошибки, которые не прошли, аналогов сейчас нет, есть Волкин, но там совершенно чуть-чуть другая, другая совершенно модель, хотя работающая апка, нормальная команда, то есть, они, ребята с Беларуси, или Беларуси, я могу, извиняюсь, ошибаться, они там, вот мы там созванивались, они там 5 лет фитнес-индустрии, то есть, это не просто типы, с улицы такие, там, о, хайп тема, сейчас кроссовки, давай сейчас дизайнерам отдаем, наймем дизайнеров за миллион рублей, видосы CGI, все сделаем, все вот тебе стартап для того, чтобы заработать бабки на хайпе, нет, там как бы работающий продукт, тестнет был, в котором мы купили, все работает, степап, я вообще не понял, токен вышел, что-то там, но я покупал их этот фитфитфи, по-моему, да, у них токен, сейчас я посмотрю, сколько он стоит, это, этот токен, этого степапа, мы не покупали, я, вообще ни в какой аналог степана не заходили, то есть, это как 23, или сколько там, 21, дно правила маркетинга, но он какой-то, он какой-то упал сильно, я 500 долларов закидывал, у него сейчас 144 стоит, то что, короче, по ходу на убытки надо списать этот фитфи, мы почему не заходим в аналоги степан, потому что в корне, вот именно в таких же ходовых приложениях, механика не изменилась, то есть, токен будет расти, только если в него вливает больше денег, чем вывозит, соответственно, две механики, чтобы токен рос, либо ты должен привлекать больше людей, с большими деньгами, либо заставлять людей реинвестировать свой доход, чтобы они его не вытягивали от удовольствия, ну как у нас всякие происходили очень, и в аналогичных приложениях механику кардинально не изменили, то есть, если степан не решит эту проблему, то другие, скорее всего, тоже нет. Да, сама модель просто она будет, как бы, ну, то есть, вот Никита, мы рассуждали, если GST стоил 25 долларов, представь, так бы, ну там, состояние рынка, еще бы больше народа зашло, блин, он бы вообще укатался бы просто в муку, ну, потому что, чем ты выше, и чем модель у тебя не, как сказать, ну, менее, такая, так сказать, робостная, да, ну, безопасная, таким, таким вещам, то есть, к стрессам, там, к рынку, к аудитории, к новым сетям, он бы вообще ушатался до нуля, и, как бы, то, что мы там 7 долларов видели в моменте, это как раз пик был, ну, вот сейчас, то есть, 0,5, 1 доллар, я не думаю, что GST будет стоить 0, там, 0,01. Ну, ваш прогноз на год, например, вот GST Солановский, сколько будет стоить? Прогнозы по цене мы не даем, знаем, что в сентябре у них будет аренда, на самом деле аренда, мы рассуждали, когда кроссовки стоили по 2000 долларов, то, что, блин, крутая тема, ты представь, у людей нет возможности зайти в Stepan, все, и Deezer, это новая ликвидность, опять же, придут новые люди, для них не хватит кроссовок, снова пойдет минтинг, и, как бы, будут утолять спрос, но, сейчас кроссы стоят, я не знаю, сколько, я не смотрел давно, по 50, по 100 долларов, 200 долларов, в принципе, уже позволить могут, все, в общем, в планах у них была такая история, с арендой, у них, там, ну, они что угодно могут, новые коллабы, хотя коллабы, после, такие громкие, мы все ждали Adidas, да, но, к сожалению, у Adidas не случилось, не знаю, не знаю, это крипта, все мы, вот, видели UST, и, там, токен, но про UST в следующем выпуске поговорим, я про Stepan думаю, что на их месте я бы делал какие-то, у тебя уже собрана, большая аудитория, активная, которая заточена, там, на бабки, я бы, для начала я бы просто рекламу откручивал, спортивных брендов, тех же, тех же кроссовок, ты идешь, вот, я иду, ну, я порой кидаю в карман, конечно, но чаще все равно, я вот смотрю, люди возле дома ходят, и так далее, все смотрят на экран, в основном, да, я бы откручивал рекламные ролики, не, с прилкой Stepan ходят, и, и бегают даже, то есть, и звуки, характерны, Цзинь, когда монеты начисляются, я бы, конечно, откручивал рекламные ролики, ну, из индустрии спорта, что-нибудь, там, аутдор, отдых, всякие там, палатки, ножи, чего угодно, кроссовки, 1xbet. Ну, да, 1xbet, будь он не ладен, я бы все это откручивал, уже хотя бы были внешние деньги в игре, и деньги немалые, судя по активной аудитории, потом, я бы начал продавать по рефералке, опять же, да, скидки во всякие там, фитнес-клубы, на спортивную киперовку, давал бы всякие промокоды, и так далее, и мне кажется, приток внешних денег в игру, он бы как-то экономику проекта поправил, и людям было бы поинтереснее, и это бы снизило риск, кискатывание именно в пирамидальную структуру и конечного краха. ты абсолютно правильно говоришь, что сейчас единственные средства, они идут от самих же пользователей, которых и забирают, но если будет другой источник, допустим, как ты сказал, человеку покупает условную рекламу за GST, вот этот GST покупается с рынка, потом сжигается, то есть он не продается, вот, курс поднимается чуть-чуть, но опять же, здесь вопрос, условно, сейчас, ну, хоть там 50-100 долларов в день, так это что нужно степно сделать, какие услуги оказать другим компаниям, чтобы каждый пользователь отработал на 50-100 долларов в день, но это точно не реклама, определенно в эту сторону надо думать, хотя бы, чтобы смягчить вот этот вот эффект, который, да, присутствует, с тем, что все выводят деньги, безстороннего какого-то финансирования, то есть новый приток. Знаете, что можно было делать, ты обязан ходить в майке Adidas, то есть, грубо говоря, тебе там в каждом городе, там, пункт выдачи майок, ты ходишь сегодня в майке Adidas, все, ты ходячая реклама бренда, и вот это уже стоит там не доллар, там, как за просмотр ролика, нормальных денег, ну, представь такую акцию, да, когда 80 тысяч человек, там, в Москве, к примеру, одновременно, там, ну, в один день вышли, там, все там, в желто, например, черных майках Adidas, это промо нормальная, гигантская, но стоит нормальных денег, то есть, об этом пишут все СМИ, да ну нафиг, что это Adidas, не знаю, ну, короче, можно думать над этими механиками образно, вот, и даже люди, которые телефон в карман закинут, да, можно им голосом, когда жести начисляются, эти жести от Adidas, а эти от Рыбака вам пришли, а там, у Asics какие-то офигенные новые кроссовки, ну, ладно, это уже в виде шутки. Видишь, просто бренды, тут же тоже, давай понимать, степан, это там, вот, если все убрать, это финансы, это там, высокорисковый, там, актив, там, источник, там, заработка, неважно, в общем, это связано с финансами, и все бренды готовы, так сказать, связывать себя, себя, там, вот представь бы, сейчас какой-то крупный бренд, связал себя там с тесными узами со Степаном, думал, блин, аудитория растет вообще, я, я помню, когда думал, блин, там, Крещано Роналду, из НБА нужно там народ, то есть им нужно там лиги подключать какие-то, и на таком ректе, ну, это репутационные, там, риски, риски, и не все готовы, еще знаешь, есть какая история, в крипте, мы много чего посмотрели, ребята, которые, то есть мы не с 17-го, там, я лично не с 17-го, Никита, там, с 17-го года, я 17-й год не застал, в крипте, даже вот последние, там, два года, очень легко сменяют фокус, неважно, как проект высоко находился, что он там, какие цифры показывал, сколько людей пользовался, просто как бы, ну, все там сместят фокус на что-то другое, и про проект могут забыть, и он может никогда не восстановиться до своих каких-то, по нашему ожиданию, прежних значений, хотя, может, эти цифры были нереальны для него, поэтому мы просто наблюдаем, также, пока интересно ходим, лето, тем более на дворе, ходить надо, за стульями все сидят, сейчас такое время, когда все сидят, в общем, и наблюдаем, ждем сеть эфира, ждем DEX, который они хотят свой сделать, децентрализованную биржу, возможно, там, по-моему, как я помню, они комиссию будут брать в токены GNT, такой или такого, я не помню, ну, в общем, Stepan GV, Stepan GV, Afro Emezi, вот, там, мне писали тоже предложение, там, какие-то блогеры, там, вот, Косенко непосредственно делать, какой-то студии разработки, там, проект Emezi, да, я так понял, аналог Stepan'а какой-то, удачный или неудачный, но меня сразу смутили разработчики, и, в силу, там, своих прежних всяких косяков, и мне не захотелось даже читать это, а тем более, ну, погружаться, а тем более в этом участвовать, что вы скажете, то есть, про всякие аналоги Stepan'а. Знаешь, представь, если бы мы были госслужащими, там, высшего эшелона, и сейчас вопрос услышал, я такой, типа, задержать, полкамеру бы рукой убирали, Никита. Ну, что про Emezi, можем сказать? Лично я скажу, мы говорим, как есть, никого не хочу задевать, все мы люди, все разные вещи делают, никто из нас, там, не убийца, не мародер, но там, меня смущает подход, с которым они его делают, аудиторию, которая, которая будет являться целевой, потому что в крипте, то есть, крипто-сообщество, это люди, которые разбираются, они могут быстро, там, эта ликвидность может быстро перетечь в проект, разобраться, то есть, она относится к этому проекту больше негативно, чем нейтрально. Представь, вышел проект, представь, например, ты сейчас, ну, там, Сергей Павлович сделал канал свой, я такой понимаю, блин, канал тема, сейчас можно денег заработать, все, я там, блин, все тоже антураж беру, всю ту же историю, я такой типа, ну, такой же формат делаю, это выглядит примерно так же, ребята на хайпе, крутую, отрисовали кроссовки дизайнерами, но все это дело, просто правильных рук, распределение силы и денег, небольших достаточно, да, по-моему, они сейчас, не знаю, выходят на лаучпад, по-моему, там, сидифай, возможно, какие-то фанды даже есть, гильдии, у меня лично, я вот, вот мы с тобой обсуждали в нашем подкасте, помнишь, мы сошли на том, что все-таки базово ты вкладываешь в команду, потому что, если команда, какая бы идея не была, какие бы у них там, горящие глаза на старте не было, если команда, как люди, не вытянут ее, вот как люди, там, не изменят курс, там, правильно распределяться средствами, то есть, неправильно не будут общаться с аудиторией, не делать комьюнити, там, бейсд проект, ну, ну, все это просто сгорит, тем более, аудитория, это, как я знаю, это инстаграм, там, ребята, то есть, это нормисы, те же, те самые, и, им не говорят, ребят, там, разберитесь, тут, это там, одно лучше второго, им говорят, вот есть степан, вот Амези, купи, 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 не знаю, я лично, не хочу участвовать в этом проекте, никаким образом, не, там, какие-то, приватные, не покупать не буду, буду следить за ним, и буду держать кулачки за тех, кто участвует, ты что думаешь, Никитас? То же самое, нам же предлагали, по-моему, у него приватку, так, ну, приватку-то предлагали, да, поскольку, предлагали очень нагло, при том, мы ее не взяли, да, мы ее не взяли, при том, насколько я вот чувствую, вот представьте, например, как вообще экологично происходит общение инфлюенсера, с, например, там, проектом, или организация, которая предлагает токены, купить на ранней стадии, это вполне, там, спокойный разговор, типа, ребят, привет, типа, давайте, там, вот есть такой проект, изучите его, поставите нам фонды, вообще, там, вы, там, условно, возьмете, там, аллокацию, вы проинвестируете в проект, ну, риски с нас не снимают, с нами кто за это не платит, и вы там, когда имеете, имеет это место быть, вы там записываете интервью с разработчиками, с командой, рассказываете про какие-то важные новости, то есть вы не шилите их со всех сил, человек лично, с которым я общался, может мне такой человек попался, я не люблю, когда я говорю, там, нет, мне человек говорит, там, приходит через другое время, и начинает мне уже с другой стороны подходить, слушай, ну, ты может вот так сделаешь, может сначала негативно выпустишь пост про него, а потом типа, не так уж все и плохо, знаешь, окно овертона, может загулишь, что такое окно овертона, это когда сначала ты говоришь, что это плохо, как изменить диаметрально проположное мнение людей, сначала ты говоришь, что это плохо, а потом, ну, вроде как бы нормально, это никого не трогает, а потом, слушай, да блин, это ж нормальные чуваки все это делают, и вот с таким подходом я понимаю, блин, раз люди прибегают к таким инструментам, готовы уже по другим соусу, но не заталкивают народ, мы не готовы свою комьюнити в это, как бы, ввести, есть много видео, можете посмотреть видео, там, Рафаэль, с железной ставкой, ну, в общем, кто-то из них выпустил, там, достаточно такое, эмоушен, знаешь, эмоциональное видео, Алистаров, привет, да, привет, ребят, вы там, круто сделали, в общем, посмотреть, они, эмоционально, со своей точки зрения высказали, но, они явно не те люди, которые, вот, как сказать, на этом зарабатывают, то есть, в их словах есть логика, и любая идея, вот я общался с этим человеком, он говорит, блин, а вот, вот по факту, представь, например, тусовка, ну, неважно тусовка, какой бы человек ни был, любая идея его, имеет право на жизнь, ну, какой бы там человек ни был, условно, может быть, сказать, блин, ребята, придумал идею, да, там, на хайпе увидел, для меня это послужило примером, и все копируем, в жизни мы почти все копируем, есть там, например, горизонтальная, а есть там вертикальная, там, инновация, то есть, горизонтальная, когда мы просто берем, что-то улучшаем, переделаем, копируем, ну, или микс нескольких технологий, да, и, может быть, там, этот проект, там, amazing, неважно, имеет право на жизнь от этих людей, то есть, но все-таки, вот, в ходе моего диалога, я понял, что больше нет от этих людей, чем, ну, от команды, чем, да, посмотрим, чтобы все хорошо было, ну, и давайте еще раз вместе, дружно скажем, степан, живи, степан, живи, и перекрестимся, степан, живи, вот, такой выпуск у нас про, move to earn, да, то есть, про привилки, которые позволяют тебе, заработать на движении или других действий, и, ребята из Криптуса, подписывайтесь на их замечательный канал, ссылка под видео, Никита, лицо канала Криптус, а Лео, я не знаю, кто он, темный, темный, мегловод, серый кардинал, пусть будет, обнимаем, расшаривайте, пока. Это люди про, расскажу тебе тысячу схем, помножить на два, сделать профит, я давно был и езд на слуху, теперь я сижу тебя напротив, это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, это люди про, только твой мой жизненный опыт, расскажу тебе тысячу схем, помножить на два, сделать профит, я давно был и езд на слуху, теперь я сижу тебя напротив, это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, Это Люди Про, только твой мой жизненный опыт.